Многие компании этот этап, то есть изготовление фундамента, сборку домокомплекта без пока выбора кровельного материала и установку оконных блоков и входной двери называют строительством подключения. Мы, как правило, на этом этапе считаем, что нам нужно еще достаточно много всего делать для того, чтобы получить дом, в котором было бы комфортно жить. Строительство любого дома, конечно же, начинается с фундамента, и вот мы видим наш фундамент, армированный монолитный железобетонный росток. Мы в данном случае с вами обсуждаем высоту ростока 600 мм, ширину ростока 300 мм, и общая стоимость такого фундамента составляет порядка 400 тысяч рублей. Что входит в эти работы? 240 тысяч рублей стоит работа, и 160 тысяч стоит материала. Что за материалы входят в стоимость этих работ? Это машины песка, это бетон, это больше тонны арматуры, при помощи которой производится армирование монолитного железобетонных конструкций дома. Кроме того, у нас с вами есть раздел, который называется инфраструктура нашего участка. Это подведение различных коммуникаций к дому. В данном случае мы видим, что это подземный подвод канализации, подземные подведения водопровода. Вот здесь у нас с вами смонтирован заземляющий контур, и общая стоимость этих работ составляет 65 тысяч рублей, из которых, в общем, не очень дорогие 15 тысяч рублей материала и 50 тысяч рублей работа. Важнейшей составляющей, конечно, цены дома является изготовление, доставка и сборка домокомплекта. Общая стоимость этих работ составляет 1 миллион 150 тысяч рублей. Стоимость всех материалов – это порядка 300 тысяч рублей. Что это такое? Пиломатериал, которого около 40 кубометров пиломатериала. Это ориентированная, качественная ориентированная стружечная плита, ну и, собственно говоря, различного рода метизы, те, которые применяются при изготовлении дома, и те метизы, которые применяются при сборке домокомплекта. Конечно, в основном это работа, и работа по изготовлению этого домокомплекта, доставке его на строительную площадку и сборке – это 850 тысяч рублей, это основная составляющая стоимости. Что из себя и какие работы входят в данный раздел? Это не только сушка и антисептирование пиломатериала, не только изготовление строительных конструкций, но в том числе это шлифовка и окраска внутренних строительных конструкций, внутри дома, это открытые строительные балки, это балки выступающие, вот консоли, консоли карнизных свесов, открытые стропильные окончания, которые шлифуются и окрашиваются на производстве, да, то есть еще в том числе это и лакокрасочные материалы, более 20 килограмм краски, которая уходит. Сборка строительных конструкций здесь на строительной площадке – это сборка черновых полов, сборка строительных конструкций стен, сборка междажных перекрытий, стропильные конструкции, конструкции кровли, обрешетка и подкровельная мембрана, на которую в дальнейшем укладываются различные кровельные материалы. В данном случае у нас это отдельный раздел, это кровельное покрытие дома. Важным разделом, который делается после монтажа строительных конструкций коробки дома, это установка столярных изделий внешнего теплового контура. Конечно, это оконные блоки от компании Rehau с двухкамерным стеклопакетом, качественный профиль. Кроме них это входная дверь, в данном случае видим металлическая входная дверь и чердачный люк, который расположен с лестницей, которая стоит в чердачном перекрытии. Стоимость этих опций составляет, материалов стоит порядка 120 тысяч рублей и монтаж 25 тысяч рублей. Итого общая стоимость раздела 145 тысяч рублей. Очень часто многие компании этот этап, то есть изготовление фундамента, сборку домокомплекта, без пока выбора кровельного материала и установку оконных блоков и входной двери называют строительством под ключ. В данном случае общая стоимость у нас с вами составила примерно 1,7 миллиона. Является ли это строительством под ключ или не является, решать вам. Мы, как правило, на этом этапе считаем, что нам нужно еще достаточно много всего делать для того, чтобы получить дом, в котором было бы комфортно жить. Мы закончили строительные конструкции коробки дома, мы вставили оконные блоки и дальше для нас является важным этапом производства работ. Это полный комплекс, связанный с кровлей. На что я хотел бы здесь обратить внимание. Первый большой и трудоемкий раздел это обустройство подкровельных свесов. Вот мы обращаем внимание, что вот здесь по стропильным конструкциям и вдоль карнизного и фронтального свеса у нас с вами идет подшивка. И лобовые декоративные элементы, вот эти большие белые широкие доски, это фиброцементные декоративные панели от бельгийской компании Этернит. Конечно, эти материалы стоят ощутимых денег. И вот этот раздел подшивка карнизных свесов, включая лобовые доски от компании Этернит, стоимость одних только материалов составляет порядка 100 тысяч рублей. Работа сложная, кропотливая, включает в себя в том числе не только монтаж, мы в данном случае сказали, я забыл вам сказать о материалах, еще и водосточная система входит в этот раздел. Это желоба и водосточные трубы, которые необходимо смонтировать на этом доме. Общая стоимость работ составляет 150 тысяч рублей, кроме раздела карнизные свесы и водостоки. Следующий этап выполнения работ, это само по себе покрытие кровли черепицей. Общая площадь кровли без террасы 180 квадратных метров. И несмотря на то, что общая стоимость черепицы Брас составляет 530 рублей за квадратный метр, но с учетом аэроэлементов кровельных свесов, аэроэлементов конька, с учетом боковых декоративных элементов, хребтовых элементов, которые обеспечивают полувальмовую крышу, общая стоимость материалов кровельных, то есть штучные черепицы со всеми остальными элементами, составляет порядка 270 тысяч рублей. Стоимость работ по укладке черепицы составляет, по выполнению кровельного покрытия, которое, напоминаю, включает в себя выполнение контрабрешетки, обрешетки под черепицу и укладку само по себе черепицы, включая резку и так далее, составляет порядка 1000 рублей за квадратный метр, то есть 180 тысяч рублей за всю эту крышу. Значит, кроме того, с этого ракурса нам с вами очень хорошо видна одна из шахт дымовых, наших дымовых и вентиляционных каналов. В данном случае это шахта газохода котла. В этой шахте, кроме газохода котла, находятся еще 4 канала, которые обеспечивают вентиляцию разных помещений в доме. Общая стоимость материалов по двум шахтам вентиляционных каналов, включая зонты, строительные конструкции самих по себе шахт, материалов облицовки, и в том числе, что очень важно и что очень влияет на стоимость материала, прохода через кровельные конструкции, составляет порядка 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей также стоят и работы по устройству вентиляционных каналов. Поэтому мы с вами говорим о разделе шахты, дымовых и вентиляционных каналов, общая стоимость порядка 180 тысяч рублей. Важной работой, которая существенно влияет на общую стоимость строительства, в данном случае, является облицовка фасада кирпичом. Эта общая стоимость составляет порядка 630 тысяч рублей. Из чего состоит эта сумма? Первый вопрос, который есть, это перед тем, как выполнять облицовку фасада кирпичом, устанавливается по фундаменту отливный ростык металлический, вдоль оконных блоков устанавливаются оконные отливы. Кроме того, различные материалы, которые используются для уплотнения, примыкания кирпичной облицовки к столярным изделиям. У нас с вами здесь есть узлы температурной компенсации на кирпиче. И почему, откуда берется такая стоимость у нас с вами? Порядка 30 тысяч рублей это работы и по металлическим отливам, и 360 тысяч рублей это сама по себе работа. По облицовке фасада кирпичом здесь 180 квадратных метров, по 2000 рублей за квадратный метр, 360 тысяч рублей стоимость работы. Кроме того, у нас с вами есть рядовой кирпич, это 160 тысяч рублей для всех этих 180 квадратных метров. Есть кирпич дешевле? Конечно же, мы можем с вами купить кирпич и существенно дешевле, но он будет смотреться немножко по-другому. Остальные денежные средства на материалы это важные детали, связи, гибкие связи между кирпичной облицовкой и строительными конструкциями дома, ленты примыкания. Вот здесь дальше металлические перемычки и так далее. То есть весь этот комплекс работы стоит 630 тысяч рублей. Кроме всего прочего, конечно же, мы не должны с вами забывать про работы, связанные с организацией производства работ. Что это за работы? Во-первых, это подготовка технического задания, когда мы вместе с вами обсуждаем вопрос, что нужно строить, и готовим пакет технических приложений к договору. Архитектурный альбом это 45 тысяч рублей, и мы с вами получаем порядка 70 листов технических документаций, на основании которых мы в дальнейшем строим дом. Следующий момент, важный очень, это организация производства работ на нашем участке. Что это такое? Это наши бытовые помещения, которые мы предоставляем здесь на участке, санитарные узлы, это прибытие и убытие различных бригад на строительную площадку, это 65 тысяч рублей. И самый большой, и самый важный, конечно, раздел в данном случае по организации производства работ, это подготовка рабочей документации. Потому что одно дело, у нас с вами есть типовые проектные решения, но каждый из домов, которые мы строим, является, по сути, индивидуальным. Потому что, так или иначе, на него нужно индивидуально готовить спецификацию по закупке тех или иных строительных материалов, потому что меняется пличное покрытие, требует много внимания, много деталей. И в данном случае подготовка рабочей документации по всему этому дому составляет 160 тысяч рублей. Итого, работы по организации производства работ по дому такого масштаба составляют 270 тысяч рублей. Мы с вами на этом этапе закончили обсуждение работ по строительству дома по первому этапу. Внешне, после выполнения всех этих работ, дом выглядит так, как вы его видите. Мы сейчас пройдем с вами внутрь дома и посмотрим работы второго этапа. Работы, связанные с тепловой изоляцией, с предварительной отделкой, с финишной отделкой внутри дома, с монтажом инженерных систем, с электромонтажными работами, с работами по монтажу системы водопровода, водоснабжения и системы отопления.